Боже, милость сегодня грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня грешного, и помилуй меня. Достойно есть я кого истинно блажить, и тебя Богородицу присноблаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейших и любим, и славнейшего, истину Серафим, Безысление Бога, Слово, Рожешу Исущую, по дороге суть я величаю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскреса из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Молитва ради Пречистой Твоей Матери, силы честного Житворящего Христа, Святых Ангелов наших Хранителей, и всех ради святых, помилуй и спаси вас, Яку благие си человека любят самим. Боже, милостью будем негрешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчислава согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Я буду говорить немного пояснения. Это «Начал» называется, «Начал», перед тем, как начать. Такое название ему прямо по церковному идет. Семи поклоны и начал. Три поклоны, которые делаем в конце, они уже не всегда делаются, как бы, в начале. Далее всегда начинается за молитвы святых отец наших. Маленько надо глядеть, вот как мы стоим сейчас, это хорошо, мы-то вас не видим. Там я одного двоих, одного вижу только Сергея. Приглядывайтесь. Вот посмотрите, как люди везде синхронно кланяются одновременно. Для чего община и есть. Не в разброд. В православных храмах нету ни одного храма. Я говорю, ни одного не встречал. Может быть, где-нибудь непонятно. Я знаю, это на Берстеневке, около храма Христа Спасителя, на этой стороне канала. Там игумен Кирилл Сахаров. Он не единоверец. Московская патриархия. У него там патриарх Кирилл бывает. Тогда был папа. Папа, говорю, Павел. Сербский патриархи. Епископы. И он все годы служит только так, как служили при князе Владимире. До Никоновской реформы. Все абсолютно старообрядческое. Но он не старообрядец. Еще раз повторяю. Чтобы не подыскивались под него. У него учат, у него синхронно все. Так, как у старообрядцев делается. А вот этот разброд, это все не каньянство. Вот так рукой крестится и одновременно кланяется. Сначала соверши крестное знамение. Когда рука отсюда уйдет, тогда начинай кланяться. Это можно учить? Нельзя. Потому что проходной двор. Постарообрядцев, если кто зашел, сначала вот это начало сделать. Тогда начинают молиться. Нет, нет порядка. Посмотри, когда мусульмане молятся. Миллион двести тысяч выведут. И одновременно все поклонятся. И одновременно стоят, как по линейке натянутую. Вот показывают китайские девушки, идут на параде. Как они руками машут. Как будто бы одна машина идет. Или показывали у немцев где-то. Даже с лопатами немцы идут. Все как один шагают в ногу. А нужно ли это? Нужно одним духом. Это великая сила. А какая тут сила? Очень просто. Полк. Допустим, триста человек идет. И одновременно ногами. Одновременно. Левая, правая, левая, правая. Как только доходят до моста. Поврось. Почему? Железный мост рушится. Совпадает с амплитудой. Даже люди не верят. Как так? Это же мост. Мост рушится. Никогда полк не поведут по мосту, чтобы они шли строем. Сразу в разнобой идут. Идите как вольно. Вольно теперь каждый идет. Еще одно доказательство. Синхронно это сила. У нас нету сколько людей спит. Вот сегодня кто-то проспал. А у мусульман не проспали. Не проспали. За 1300 лет не проспали. Это не один день. Порядок если они установили. Одни мужчины у них в мечети. Ни одна женщина за 1300 лет не зашла туда. Ни одна. И как? У нас колокол позвонить надо. А что он колокол? Что он даст? Патриарх говорит. Кирилл говорит. Раньше колокол стукнул. Люди пришли. Как будто бы это и все. А сегодня говорит. С пушки бей. Никто не придет. А у мусульман не так. Вот он залез на минарет. У него лестница там ментовая идет. Высокие, которые стоят около мечети. И оттуда он кричит. О правоверные. Вставайте. Лучше молиться Аллаху чем лежать на одном боку. Вставайте. Время уходит. Потом на работу идти. Аллах вас не благословит. А если спать будете. У него проповедь идет. Не просто он стоит там. Тянет. Слова какие то. Ну надо маленько приглядываться. Как у других то. Наций у других. Господь когда сравнивает и говорит. Посмотрите. Кто поступал так вероломно со своим Богом. Как вы израильтяне. Кто. И начинает перечислять. Делали это какие. Никто не делал. Как вы делаете. Вы хуже безбожников. Ну как. Мы избраны народ. Скотина дохлая. Свинарник. Народ Божий. Пришел к своим. Свои не приняли. Пришел к погибшим овцам Израиля. И вот ловит. Какой интонации. Я сказал. Я уже знаю как смотрит. Бог будет разбирать интонацию. Если она одна сегодня здесь проснулась. Женщина. Я не вижу другие это где то. Пришла Рахиль. А она на суде Божьем будет судьей. Не просто судим. А судьею. Судьей для тех которые знали не пришли на молитву. Не к нам. А никуда не пришли. Если в вашей местности. В Казахстане. Одна женщина нашла. Из иеговистов православия. Она будет судьей всем. Откуда известно. Из Библии. И восстанет цариса Савская на суд. И о суде написано. Она из такой дали пришла. А ты с постели не хотела встать. Женская природа. Слабая. По сравнению с мужчиной. Златоуз говорит. И она пришла. С дарами пришла. И она пришла не ко Христу. К человеку смертному. К человеку который совсем неправильно живет. Но услышал о мудрости. Вот. Ко всему этому надо присматриваться. И потом встали на молитву. Мы должны выйти из нее другими. Это не просто нам делать нечего. Молитва это не время провести. Как привыкли. Молитва это соединение с Богом. Стал. Привел себя в чувство. Закончил молитву. Не торопись бежать. Еще постой. Послушай что скажет Бог. Кто из реки и я. Смотрите внимательно. Где кланяться. Где только крестное знамя. Где земной. Потому что в субботу уже вечером. Начинается великопостная. Там тоже будет. Мы говорим что занятий не будет в воскресенье. Мы уйдем в собор. Там будет архиерей. Митрополит. Хотя не московская патриархия. Мы от РПЦЗ. У нас все одно. Близкие отношения. Там будет священников. Больше тридцати человек. В ряд становится. Ну принято так. Мы православные. Тут надо. Посерьезнее. Не по сектантски. Рот корытым. У нас и пост. Молитва. Крест. Пояс. У них ничего этого нету. Нету. Галстук и бритые рожи. Прости Господи. И помилуй нас. Что были светом. Для людей. За молитвы святых. Отец наш. Господи Иисусе Христе. Сыне Божий. Помилуй нас. Аминь. Слава Тебе Боже наш. Слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе Боже наш. Слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе Боже наш. Слава Тебе всяческих ради. Это означает слава Тебе, Боже, за все. Боже, очисти меня грешем, Я каникали же благое сотворив пред Тобою, Но избави меня от лукавой, Да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзнут ста мои недостойны, Восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святаго Духа, Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесную, утешителю души истины, Иже везде сын, и вся исполняй. Сокровища благих и жизни подателю, Приди и вселися вны, и очистены от всяких скверных, Спаси блажи души наши. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, ижеиси на небесе. Да светится имя Твое. Да приедет царствие Твое. Да будет воля Твоя, Яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный, Дашь нам днесь. И остави нам долги наши. Яко же и мы оставляем Дожняком нашим. И не веди нас во искушение, Но избави нас от лукавого. И во Твое есть царство, Сила и слава во веки. Аминь. Ставшат сна, Припадаемте блажь. Ангельскую песню, Пиемте сильный. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. Слава от Свои Сына и Святому Духу, Отодраясь на воздвигмой, Если Господи умы просвети и сердце, И уснема и отверзивая, Жепетите святая Троица. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. И ныне и присно, И во веки веков. Аминь. Внезапно судья приедет, И кое-го же деяния обнажаться, Но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, Кому герой Твоя благость и долготерпение Не прогнился на меня ленивый и грешный, Не погубил меня с на беззакония моими, Но человеколюбцал, если я обычный, В нечаянии лежащего воздвигал я, Если ваеже утрените словословите державу, Твою и ныне, Владыка, просветимый и отче мысленным, Отверзи мои уста, поучайте со словесем Твоим, И разумите заповеди Твоя, И творите волю Твою, И пейте Тя во исповедание сердечнем, И воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, Ныне и пресно и во веки веков. Аминь, приидите поклонимся цареве нашему Богу, Приидите поклонимся Христу, цареве и Богу нашему, Приидите поклонимся и преподем к самому Господу, Иисусу Христу, цареве и Богу нашему. Я гляжу отзывы тут внизу идут, От людей, которые еще не все знают, Что в молитвах у нас есть некоторое разночтение. Я большинство молитв считаю так, как принято было, А не как исказили их. А как принято? Князь Владимир, Сергий Радонежский до Никоновской реформы. А потом все пошло кверх ногами. Прорубили окно в Европу и провалилась вся Россия туда. Как молились? У нас сохранилось это все. Надо быть, мне нравится это выражение, Религиозно-талантливым, брать везде лучшее. Недавно в интернете увидел, Что не только Кирилл Сахаров, Где бы он ни ездил по стране, Везде служит, как вначале служили, по старому обряду. Первый заместитель патриарха Кирилла, Иларион Алфеев, митрополит, Композитор одновременно, Какой он талантливый. И он, полное одеяние старообрядческое, Он никуда не ушел. И служит по старообрядческой. Там, конечно, при нем и Кирилл Сахаров. Что это? Труды Кирилла Сахарова. Добился, наконец. А всех проклятие, что анафими были на старые обряды сняты, И теперь равноспасительные. Правильно? Да. Но надо принести еще и покаяние, загонение, За тысячные жертвы над старообрядцами. Разрешали мусульманам, иудеям, буддистам, Строили свои пагоды, мечети, кирхи. Не разрешали только старообрядцам. Строить храмы, закрывали их. Вот за это еще не принесли покаяние. Зарубежная церковь принесла. Не просто принесла, а совокупно все епископы подписались. Я это могу показать даже у нас книга, Есть Кристос и Православие, там их подписи. И вывод такой. Не за то ли постигли нас беды в 17-м году, Что мы гнали своих природных, Православных, истинных патриотов. Не за это ли? И поэтому просим прощения у вас, и кого гнали. В нашем лице простите нас и предков наших, которые вас гнали. Вот такое надо покаяние быть. Патриархия без покаянной организации. Нигде покаяние не приносит. Не за сотрудничество с властями, Сергеянство называется, от митрополита Сергия Острогородского. Не за гонение евреев, бей жидов, спасай Россию. Папа Римский попросил прощения у всех, поехал в Израиль. Да, мы гнали евреев. Простите нас, снимите с нас этот гнет. Помолитесь за нас. Надо же знать, как делать. Напомню еще раз. Во времена Давида был не урожай. Засуха. Год был, второй, третий народ возопил. За что? Мы в храм ходим, молимся. За что? И тогда Господь заговорил. Никто не знал, где искать причину. Гаванитянам пойдите, народ такой есть маленький, и спросите его. А он среди них жил. А как эти гаванитяне были религиозно талантливы? Они увидели Израиль, все сметает. Беременных женщин рубит пополам. Убивает всех мужчин. В плен берет только девочек, которые, девушки, не познали мужа. И они их делали своими женами-наложницами. И вот этот народ гаванитяне, они придумали что? Нагрузили хлебом, заранее его проквасили где-то, засушили, дырявые мешки взяли, и пришли целая делегация. Мы слышим, вас Бог любит, вам эту землю отдал. Мы далеко шли, вот видите, хлеб даже такой засох у нас. Давайте договор заключим, мы ваши соседи. Нам же надо с поляками, с Украиной мирно жить. Примите нас, ну как вассалы или добрые соседи. И они говорят, ну уж нам соседи хорошие нужны. А вы нападать не будете нас? Нет, мы мирные. Заключите договор, что вы нас убивать не будете, евреи. Ты евреи, смотри, сколько убивают. Мы вас боимся, а не по-простому-то. Ну и все. Приняли перед Богом все. Но вы скажите перед Богом, поклянитесь. Они поклялись. Пошли завтра воевать. А они, вот они рядом. Пять километров от них-то. Они так ахнули, Бог же нам землю отдал. Что вы наделали? Что теперь делать-то? Мы должны, Бог сказал, уничтожить всех. Но вы клятву дали. Клятву. Тогда собрались вместе, трогать нельзя их. Но раз вы обманули, вы за это будете наказаны. Будете работать при храме. Дрова будете нам готовить и воду носить. Вы поняли? Ой, да мы так рады, мы любим дрова колоть. У нас есть люди, которые мастера, чурки колоть. У них колун, говорит, под подушкой лежит. Все. И трогать их нельзя. Нельзя. Ну вот пришел царь Саул. И он поднял на них гонение. Он нарушил это. А раз нарушил, клятву перед Богом. Теперь Бог их карает. Урожая нет. Не могут собрать ничего. Что делать? А идите к гаванитянам, которых вы прогневы. Идите к этим старобрядцам, которых гнали. Спросите, что надо делать? И они сказали, нам нужно из царского дома, которые семь сыновей. И мы их повесим перед солнцем, под солнцем, перед Богом. И тогда Бог вас помилует. И это было сделано, Давид сделал. Те люди, которые уже приготовлены, это было, они еще не знали. Встали утром. Они патриоты, ни царя, ни против. К ним нельзя применить статью 18, выгребающую, какая тогда была 58-я статья при Сталине. И вдруг приходят все арестованы. За что? Жены, дети. Не разговаривайте, идите. Куда? Я понимаю, какая была тревожная обстановка в семье. Вывели их. Вывели. И уже висели, если стоят. А этот зачем? Подводят, петлю надевают. Ну что мы сделали, хоть скажите? Ничего. Сдернули. Нюрнбрис закончился. И Бог дал сразу урожай. Ну они-то, они-то остались там висеть-то. И мы знаем, как дальше было. Читайте в Библии. Вот как. Жертва зажевывает. Кровь рождает кровь. И это от Бога было, от Бога. Вот что самое-то страшное. Ничем нельзя было умилостивить Бога. Жертвам, и они назначат гонимые. Пойдите к старобрядцам. Патриархийно. Патриарх. Склонитесь перед ними. Что нам делать, чтобы Бог отнял этот раздор? Как у нас в интернете ролик нельзя поставить там все друг против друга. Это я могу сказать. У нас 6,5 тысяч роликов. Это не у мусульман нигде нету. Самый немирный народ, который есть на земле. Друг друга поедают. Что нам делать, чтобы мир наступил у нас в стране? Идите, сходите к старобрядцам. Снимите этот гнет. Мы родились в старобрядческой семье. Беспоповцы были. Мы знаем это все. Какое презрение и прочее. Теперь мы в церкви имеем священство. А их многое, 50 с лишним названий старого вера, в которых нет священства. Поморские, щасовины, дырники, голбежники. Там заблуждение на заблуждение. Но они не еретики. Не еретики. Их никто не называл. Так а раскольники. Еретики, которые троицу не признают. Ну и все остальное. Продолжаем дальше. Поближе ко мне. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Называй псалом какой, чтобы они знали. Псалом 124. Сегодняшний день считайте псалмы название, потому что у нас новые люди. Горы, окресты Иерусалима, а Господь, окрест народа своего отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезл нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори Господи добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиле. Псалом 125. Песнь восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, язык наш пения. Тогда между народами говорили, великое сотворил Господь над ними. Великое сотворил Господь над нами. Мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшиеся слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои. Что означает песнь восхождения, попутно объясню. Это можем узнать у евреев. Пасха совершается, когда они считают, там написано и воспели, и пошли, воспели. А что? Вот эти псалмы. Псалом 126. Песнь восхождения Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него плода чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил имя колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Псалом 127. Песнь восхождения. Песнь восхождения. Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали в аратае. Аратае, это что означает? Пахари. Борозды проводили. То есть что, мужеложники над тобой издевались. Вот какой смысл заложен. На спине мои борозды проводили. Проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен. Он растек узы нечестивых. Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящиеся он. Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет, исторгнута, засыхает. Который жнец не наполнит руки своей и вяжущий снопы горсти своей. И проходящие мимо не скажут. Благословение Господне на вас. Благословляем вас именем Господнем. Вот немножко поясняю, что псалтырь разбивалась раньше не на псалмы, отдельные псалмы, а на 20 частей. Кофизмы назывались. То есть кофизма одна двадцатая псалтыри. А одна кофизма разбивается еще на три части. То есть одна шестидесятая часть называется слава. Вот сейчас я буду говорить славой и дальше идти. Но это надо найти где-то Библию православную. Там уже разбито прямо в Библии самой. Слава написана и какая кофизма идет. Нет, ну кто желает просто посмотреть. 118-й псалм это одна кофизма. Она на три части разбивается. Так чтобы знали. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Вот дважды называется Аллилуйя. Два раза. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже. Сугубая называется. Сугубая двойная. Су. А теперь считает три. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. И вот митрополит Иларион служит. В шапке старобрящей, скорее дед, и все это в интернете стоит. И он считает дважды. Почему? Так было от князя Владимира до Никону. А почему дважды, когда Троица? Слава тебе, Боже, по-русски считается. Это и было три. А когда три же считается, а потом после этого считается, слава тебе, Боже, это получается четыре. Ну, маленько тут думать даже не о чем. Как раньше символ считается Духа Святаго, Господа, истинного животворящего. Слово истинного выбросили. На каком основании? Троица равночестно, отец равен сыну, сын Духу Святому. Все равночестно называется. И Духа Святого, Господа, истина всегда была. Мы написали тогда в зарубежной церкви. Так как? Пожалуйста, молитесь. Это одно из самых больших неразумий Никоновской реформы. Как? Когда считаем вначале, веру, войди на Бога Отца, и дальше, Бога истина, от Бога истина. А Духа Святого истина отбросили. Это богохульство. И оно так сейчас и идет. Тут доказывать ничего не надо. Это так было, и, во-первых, это соответственно смыслу. А Дух Святой истины? А как же молимся? Молитва Духу Святому. Прямо молимся. Царю небесные утешители. Души истины. То есть Дух истины. Это слово истины, в другой молитве есть. От веры выбросили. А вера это главное кредо. Ни хео-цареградский символ. Ни шага никуда от него. В одну минуту можно превратить в сибиритика. И утром мы считаем молитвы на русском языке. Одна Господу Иисусу Христу, Ангелу и Богородице. Потому что там много, где мы заменили псалтырным чтением. Только на русском языке и только в синодальном переводе. Читаем. Ибо ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в тебя спасает отчаявшихся, то веруй, спаси меня. Ибо ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел оправдывающих меня. Но эта вера да будет превыше всего. Да ответит за меня. Да оправдает меня. Да я ведь причастником славы твоей вечной. И да не похитит меня сатана. И не похвалится слово, что оторг меня от твоих рук и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос, мой Спаситель, поспеши скорее, скорее. Погиб я, ибо ты Бог мой, чрево матери моей. Всподоби меня, Господи, возлюбить тебя теперь так же, как возлюбил я когда-то свой тайный грех. И чтоб снова потрудиться для тебя без зелени, усердно, как прежде потрудился сатане, прельщающему. Особенно же потружусь для тебя, Господа и Бога моего, Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, и веки веков. Аминь. Аминь. Всегда говорите аминь, если согласны. Святой ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанием этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем, и сделал меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение. Удали все скверные, лукавые и хульные помыслы из окаянного моего сердца и помраченного ума моего, и погаси пламя моих страстей, ибо я у Бога несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и пречистое имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Никита, Роман, Надежда, ибо мы усердно к вам прибегаем в скором помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обраданная Мария, Господь, с Тобою, благословен ты в женах, и благословен плод шрева Твоего, якородилась и Христа спаса, избавителя душам наших. Непобедимая божественная сила щезнага житворящего Креста Господи не оставь над грешных уповающих на тебя. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояния Твое, победа на сопротивные даруя, и Твое, сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного родителей, сродника, благодетеля, митрополита Илариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священные Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Сергия Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима Зосима, Олипия, Андрея, Диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Священников, Максима, Владимира, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, невест священнический, иноческий чин, и высшие истинные служители, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, дающим священникам, если угодно, воле Твоей, Святой. Смири власти и воинств Твоих на виде страх Твой на них, дабы знали они, что над ними есть Ты, Царь царствующих, и Господь господствующих, и сбудется в мире все не по их замыслам, по Твоему допущению, и через них сотвори благое церкви Твоей, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Дагена, Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, но мужчина, стынете это доброе мирное время, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, что жизнь нашу продлил, и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою, и для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников, и сей день да будет посвящен прославлению Твоего имени и дел Твоих. Аллилуйя, Сохрани нас, Господи, здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы и живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа. Пришли добрые жители, знающих Тебя, любящих уставы Твои, сохрани школу, пришли детей вселение. Аллилуйя, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадаих, Виктора, Сергея, Себастьяна, Людмилу, Нину, Алевтину, и расширь пределы наших общих и побуди всех на благовестие. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Чадаих, Валентину, Алексея, Валерий, Валентину, Надежду, Дмитрия, 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 Олега, Алексея. Кто не знает, я поясню даже. Ковим Кирилла, значит, епископы перечисляют. Это патриарх. Венедик Франциско, это папы живые римские. Говорим Олега, Алексея, это значит, Олег Стеняев, Алексей Осипов. То есть мы конкретно вкладываем, а вы, ну, не знаете, там свои вставляйте имена, за кого молитесь. Дмитрия, Дмитрия, Дмитрия. Александра, Александра, Александра. Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия, Людмила и всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины Твоей. Аллилуйя. Возри на врагов наших и разрушить злые замысла против нас и закрой клеветнические уста их, дабы не препятствовали делу Твоему. И в судный день непоминимых безумия, ибо они не знают, что худо творят. Воздай добром благодетелям нашим Елену, Евгению, Евгению, Наталью, Максиму, Владимиру. Благослови их и открой мы истину Твою. Посети болящих. Дай силу все перенести благодарящее Тебя. Сергея, Алексея, Алексея, Анна, Неанилу, Младенца Александра, Валентина, Валентина, Мария, Василия. Ты всех их знаешь, Господи. Дай силу все перенести и пошли им исцеление Твое. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за радости и печали. Ибо все в свое время будет на пользу. Слава Тебе. И сохранято наше сокровище сайты и формы, что здесь есть для многой пользы и трудящихся на них. Игоря, Юрия, Дмитрия, Гавриила, Гольгу, Сергея, Василия. Аллилуйя. Избави, Господи, от пьянства этого злого недуга Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Аллилуйя. Путешествующих Раису и Льва, отступников Николая, Михаила и всех их найди, обрати, не дай в ожесточении погибнуть. Аллилуйя. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших и же с верой и надеждой на воскресение и жизнь вечного, отошедшая от жизни сей. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. Прости их, родителей, сродников и всех православных христиан, и сотворим, Господи, вечную память, вечный покой. Но представь на Олимпиаде Агафьяну. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, найди все наше родство Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Маркунину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. Слава Тебе, наш Бог, Иегово, Абва, Отче, Свят, Свят, Свят Господь, Саваоф, Вся земля полна славы Его, Аллилуйя. Слава, Вышний Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою, и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Владыка Неба, за тот день, в который дал мне Святую Библию, и указал на толкование Святых Отцов, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне гречи. Благодарю Тебя, добрый мой ангел, сколько лет Ты хранил меня, спасая от видимых и невидимых опасностей. Аллилуйя. Прошу Тебя, мой ангел, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу по мытарствам, и введею навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, Претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жители бедности. Никогда не роптать, не завидовать, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и каждому дару и жилье Сергею Горыеву. Святитель Христов Никола, мировякийский чудотворец, образ крутости и воздержания, добрый архипастер, моли Бога о нас. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездраниеми, Амос, Наум, Исаи, Иереми, Варух, Иезекииль, Осия и Аиль, Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Яков, да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия с земли не заставлась с неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими святильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, соделанной в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, Херувимы и Серафимы и все небесные силы престолу Божию предстоящие. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые апостолы и Петр и Павел, евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы Игнатий, Богоносец, Поликарм, Семеринский, Юстин, Философ, Касмай, Дамиан, Андрей, Стратилат и Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим, Некомедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин и Иосиф, Молите Бога о нас, дабы никто не принял начертания зверя антихриста, и даруй добрую веру Анфима, Вениамина, и у старшей родителей заложенное воспитание детей. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Ватауст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радоневский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, И все переводчики Священного Писания, Молите Бога о нас, Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла, Первомущельница, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Фрискина и Акила, Андроник и Юня, Киприяна, Устина, Да дарует Господь послушание и молчание, Силомудрость и стыдливость женам и девам, И сохрани их от всяческого поругания, Избавь от непокорства, Галину, Семейство ее, Евгению, Надежды, 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 Светлану, Марию, Раису, Ларису, Марину, Юлию, Елену, Людмилу, Галину и Анну, И прими нашу молитву и воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи, Соедини молитву нашу с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле, Господи, И услыши, И услыши, И исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, И прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них, Спаси их, Владыка, И помилуй, Аллилуйя, Говори, Господи, Владыка, Слушает и дослышит Раб Твой. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. И вот о чем Давид говорит, 118-й псалом, 164-й стих, семикратно в день прославляю Тебя. Есть разные правила молиться. У нас свое. Это три святоя и сто поклонов. А тут ты свои мысли вкладывай. Как по лестнице выбирайся. Семь раз в день, Не считай утреннее, вечернее, Но тут же и ночные молитвы. Не меньше семи раз в день, Если возможность есть. Мы работаем иногда в лесу, И забудешься. А другой говорит, Время молиться. Встали на молитву. Пошли по ягодам, Куда дети, Три поклона. Пошли купаться, Все три поклона. Пришли на пирсе, Стали, Разделись старшему. Благословите. И поэтому 45 лет у нас был лагерь, И ни одного несчастного случая. Ни одного. А тут дети утонут, То шесть человек, То больше того. За что Господь наказывает? За безобразие, Которое творят и взрослые, и дети. Нас Господь хранил. Значит, вы затопите? Да? Затопите, нет? Да, я сейчас затоплю. Так, сейчас мы будем насчитывать тут пропу, Не пропу, не занятия, Какие были в Потеряевке при начале ее. По тематически, темы, по темам 123. Но у нас уже 78 насчитано. Так что, Сергея, попрошу сейчас всех отключи, А потом заново включи, кому надо. А потом будем события дня насчитывать. Все, пока. Сегодня...